МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итоги работы Десногорского отдела ЗАГС. Задержаны подозреваемые в мошенничестве. Сводка криминальной обстановки в городе. А сейчас об этих и других событиях подробнее. 26 января в Рославле прошли общественные слушания по предварительным материалам оценки воздействия на окружающую среду эксплуатации объектов по обращению с отработавшим ядерным топливом пристройки хранилища АЯТ и хранилища контейнерного типа. В общественных обсуждениях, организованных администрацией Рославльского района при содействии концерна «Росэнергоатом» приняли участие 430 человек – представители власти, надзорных органов, общественных и независимых экологических организаций, Смоленской АЭС, акционерного общества «Атомэнергопроект», средств массовой информации и жители города. Заместитель губернатора Смоленской области Юрий Пучков отметил, что на протяжении 35-летней эксплуатации Смоленская АЭС следует высоким стандартам безопасности. За 35 лет существования данного предприятия они находятся в лидерах по вопросам безопасности, по вопросам развития атомной отрасли. И сейчас я хотел бы заметить, что они работают также в рамках, в том числе экологических требований, в рамках закона Российской Федерации. Специалисты проектной организации атомной энергетики, науки, медицины, экологии представили общественности подробные характеристики пристроя ХАЯД и хранилища контейнерного типа. Свои мнения по материалам ОВОЗ высказали все желающие. Большинство участников поддержали инициативу Смоленской АЭС в части совершенствования инфраструктуры по обращению с ОЯД, признав её актуальной и необходимой для дальнейшей эксплуатации и развития атомной станции. Без проведения общественных слушаний нам не выдадут лицензию Росстептодзора. Поэтому мы, во-первых, обязаны исполнять законодательство, а во-вторых, или я бы даже сказал, во-первых, нужно делиться с нашими жителями, с теми людьми, которые проживают на территории Смоленской области. Утверждённые технические задания на выполнение работ по ОВОЗ и предварительные варианты материалов ОВОЗ, намечаемой хозяйственной деятельности, доступны для внесения изменений общественности до 26 февраля текущего года. Со всеми материалами можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального образования Рославльский район. Жёсткий контроль ветеринарных служб за обвозом на территорию Смоленской области животных и продуктов животного происхождения позволил в прошлом году значительно улучшить обстановку по таким опасным заболеваниям, как туберкулёз, ящер, классическая чума свиней и высокопатогенный гриб птиц. Об этом рассказал главный ветеринарный инспектор Смоленщины при подведении итогов за 2016 год. Также в области, благодаря проведённым прививочным мероприятиям, наблюдается устойчивая тенденция к снижению заболеваемости животных бешенством. В этом году на территории Смоленской области продолжаются мероприятия по добровольной сдаче населением незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Все добровольцы получают денежные вознаграждения. Для этого необходимо самому обратиться в отдел полиции с письменным заявлением. Напоминаем, что во всех случаях добровольной сдачи огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Человек в соответствии с действующим законодательством освобождается от уголовной ответственности. В Десногорске уже много лет работает отдел ЗАГС. Специалистами ведётся большая ответственная работа. Это регистрация рождения детей, заключение и расторжение браков, установление отцовства, перемена фамилии и имени, а также регистрация смерти. В нашем следующем сюжете специалисты подведут итог проделанной работы за 2016 год. В 2016 году в отделе ЗАГС города Десногорска побывало на приёме более 5300 посетителей. Зарегистрировано актов гражданского состояния 1114. Из них о рождении 346, о заключении брака 201, о расторжении брака 161. О смерти 335, об установлении отцовства 47, об усыновлении удочерения 2, о перемене имени 22. В 2016 году зарегистрировано на 33 записи больше, чем в 2015 году. По-прежнему мы остаёмся единственным городом на Смоленщине, где рождаемость превышает смертность. Двойни в 2016 году рождались три раза. Впервые в городе Десногорске в семье Селютинах родилась тройня. Два мальчика и девочка. Мальчиков родилось 177, девочек 169. Наиболее популярные имена новорождённых – мальчики. Матвей, Артём, Иван, Александр, Дмитрий. Среди девочек – Анастасия, Виктория, Ксения, Екатерина, Анна. В последнее время участились случаи пожаров в жилых домах и квартирах. Огромное количество пожаров происходит во время приготовления пищи. Также пожары возникают из-за неисправных электроприборов или перегруженности электросети. Чтобы избежать таких случаев, уважаемые телезрители, следите за работой электрических приборов. И не забывайте снимать пищу с плиты. В Смоленской области дорожные полицейские за сутки выявили более 800 нарушений правил дорожного движения. В том числе 8 водителей управляли транспортным средством в состоянии опьянения. Ещё двое отказались от прохождения соответствующего медицинского освидетельствования. Санкционная продукция была уничтожена на погранично-пропускном пункте «Красная горка». Сотрудники ГИБДД задержали фуру, в которой находились 19 тонн груш. При полной выгрузке выяснилось, что 12 килограмм груш имеют польскую маркировку. Партия сразу же была уничтожена без дальнейших разбирательств. Любитель спайса устроил стрит-челлендж на дорогах областного центра. В Смоленске сотрудники ГИБДД остановили подозрительный автомобиль. Водитель летал по городу, не обращая внимания на красный свет светофора. В машине было трое парней. Водитель имел явные признаки наркотического опьянения. Кроме того, при досмотре у него была изъята пачка со спайсом. Теперь парень рискует получить до 10 лет лишения свободы. Трое жителей Москвы и Московской области задержаны на Смоленщине. Подозреваемые требовали с работников магазинов деньги за непривлечение к административной ответственности. Подробности в сюжете. Схема работала так. Несовершеннолетний приобретал алкоголь в магазинах Гагаринского района. Следом заходили двое мужчин. Представлялись сотрудниками вымышленных организаций. И требовали с продавца от 5 до 10 тысяч рублей. Взамен они обещали закрыть глаза на нарушение и не составлять протокол о привлечении к административной ответственности. Полицию о мошенниках сообщила одна из продавцов. В результате стражи порядка задержали и доставили в отдел полиции троих подозреваемых – 2082 и 1996 годов рождения. При задержании у подозреваемых были изъяты денежные средства в размере 17 тысяч рублей, которые они получили в результате мошеннических действий, а также поддельные удостоверения, с помощью которых они и осуществляли незаконную деятельность. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса мошенничества. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Полицейскими ведется следственная работа, устанавливаются дополнительные эпизоды мошенничества группировки. А в Десногорске полицейский при исполнении служебных обязанностей получил травму головы. В одном из общежитий нашего города произошла драка. На вызов соседей прибыл наряд полиции. Сотрудники попытались разнять двух дерущихся мужчин. Именно в это время один из дебоширов нанес полицейскому удар бутылкой по голове. Ранее судимый 29-летний житель Десногорска объяснил свой поступок с состоянием аффекта и алкогольного опьянения. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы. О том, что еще произошло в городе за минувшую неделю, нам расскажет майор полиции Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 110 сообщений о происшествиях. Из них 6 сообщений о преступлениях. Зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 88 административных правонарушений, в том числе 70 нарушений правил дорожного движения. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах, к административной ответственности привлечены 13 человек. И еще житель Руднянского района для сдачи экзамена на получение автомобильных прав предоставил сотрудникам ГИБДД липовую справку. Естественно, подделка была определена. Мужчину задержали и возбудили уголовное дело. Обманщик обвиняется в использовании заведомо подложного документа. Про сдачу экзаменов нарушитель может забыть. Теперь он может получить арест сроком на 6 месяцев. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова